Порядка трех рейдов в день совершают специалисты городской организации «Освод» в экватории реки Муховец. За каждой спасательной станцией закреплена своя зона ответственности. В обозначенном участке постоянно ведется наблюдение. Пока ледяного покрова на центральной части водоема еще нет. Рыбаки в основном осуществляют свой зимний промысел из лодок, прогулка на которых без спасательного жилета особенно опасна. С начала осеннего зимнего сезона, это сентябрь до настоящего времени, на водоемах области от утопления погибло, к сожалению, 10 человек. Это большая цифра. И надо отметить то, что основное количество людей погибло в сельской местности. Именно сейчас начался процесс активизации любителей рыбной ловли. Хотя лед-то не стал, но происходит с плавательных средств, с лодок. И вот из этих уже 10 погибших на водоемах области, двое являются рыбаками, которые выпали из лодок. И на что хотелось бы обратить внимание, они были без спасательных жилетов. Практически в такой сезон спокстить человека самостоятельно, в той экипировке, в которой он находится, это ватная одежда, ватные штаны, бахилы и так далее, практически невозможно. Отмечается то, что рыбаки, которые находятся в лодках и рыбачат, они имеют жилеты, но их на себя не надевают. Вот в чем проблема. То есть, как бы они, опасаясь того, что они будут оштрафованы, наказаны, или что какие-то меры административнику будут приняты, и фактически они имеют эти жилеты, но практически их не применяют. Это очень опасный и очень серьезный такой подход, неправильный. Желающие побродить по тонкому льду появились у берегов грибного канала сразу же после первых морозов. Сегодня, к счастью, таких горе-смельчаков нет. Ледяная корка едва удерживается у берегов и легко ломается под давлением острых предметов. Однако для спасателей это не повод расслабляться. В случае чрезвычайной ситуации они собираются за секунды. Но лучшее качество их подготовки не проверяет ценой собственной жизни. Ведь в первую очередь о безопасности должен думать сам человек. Естественно, надо избегать паники в такой ситуации, призывать на помощь и, конечно же, не пренебрегать мерами безопасности. И не выходить на неокрепший лед, который не достиг такой толщины, как 7 сантиметров, согласно правилах равной жизни людей на водах. Такой лед является запрещенным для выхода, поэтому еще раз напоминаем. Сегодня, учитывая неоднозначную ситуацию на воде, спровоцированную изменчивой погодой, лучше воздержаться от рыбалки и прогулок вдоль водоемов. Это касается и небольших озер вне черты города. Здесь в экстренной ситуации прийти на помощь будет некому. Кроме того, не за горами школьные каникулы. А потому спасатели освод призывают родителей постоянно контролировать местонахождение своих чад. Особое внимание хотелось бы обратить родителей на то, чтобы всегда помнили и знали, вернее, где находятся их дети и как они проводят свое свободное время. Потому что вот с начала года у нас 4 ребенка погибло. Это же непопроймема трата для родителей, для семьи. А вот именно в период вот этого ледостава, когда детям интересно первый лед, первый снег, они стремятся к водоемам, а это всегда очень опасно. Синоптики уверяют, что белорусы еще смогут ощутить прелести по-настоящему зимней погоды. Так что все еще впереди.